Это программа «День с толком» студии Елена Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Больше 120 потерпевших ущерб в 40 миллионов рублей. Насколько дерзким образом разводили барнаульских покупателей в автосалонах и почему так сложно доказать мошенничество. Большая часть пациентов – участники спецоперации. Где и как их лечат в крае? Они меняют нашу жизнь к лучшему. Как в «День науки» честовали алтайских ученых. В Алтайском крае объявили шторм прогноз из-за метели и ветра до 30 метров в секунду. Непогода обрушится на регион уже завтра и продлится два дня. 9 и 10 февраля в регионе ожидаются снег, метель, дождь и порывистый ветер. На дорогах края возможно образование гололедицы и снежных заносов. Территории с наибольшим риском происшествий – Поспелихинский район и город Олесь. Сегодня для мониторинга обстановки выдвинулись оперативные группы МЧС. Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. Серьезное ДТП произошло сегодня в районе Топчихи. Один погиб и трое пострадали. Предварительно установлено, что 48-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате ДТП водитель отечественной машины погиб на месте. Трое пассажиров Буханки получили травмы. Их доставили в медучреждение для оказания помощи. Больше 120 потерпевших в Барнауле вот уже больше года продолжают расследовать многомиллионное мошенничество в автосалонах. Сложность процесса заключается в том, что очень трудно собрать неопровержимую доказательную базу. А между тем, пострадавшие считают, что их наглым образом развели, оказывая психологическое давление. В итоге люди подписывали кабальные кредитные договоры на машины с большим числом дефектов. Подробности криминальной истории, в которой, возможно, замешана организованная преступная группа, в специальном репортаже Юлии Щепиной. Резьба вырвана вот с этих двух. Резали по новой. Масло ручьем бежало. Такой автомобиль 2013 года выпуска в феврале 2023 приобрел житель Барнаула Виктор Чернышов в одном из злополучных автоцентров. Возможно, одной сети. В данном случае речь идет о Новосибирске. Там вместо обещанной цены в 240 тысяч рублей мужчина попал на более крупную сумму. Они сказали по 4,5 процента, а оказалось по 21 процент. Вот и вышло у меня почти полтора миллиона. Вот это ржавая корыта. Ржавая корыта потребовала вложений уже на следующий день. Виктор устранил течь масла двигателя, перебрал подвеску, поменял тормозные колодки. Расходы мужчина по машине несет по сей день. И ежемесячно платит кредит больше 20 тысяч рублей. Потерпевший рассказывает, сотрудники салона были очень заботливы, убеждая его в том, что для одобрения кредита нужно обязательно приехать в автоцентр. Приезжаем. Они начали нам, вот один автомобиль пригнали, я говорю, я приехал за Лифана. Еще более вопиющая ситуация произошла с жительницей Барнаула Еленой Посельцевой. 22 марта 2022 года она поехала в салон присмотреть новое авто и обменять свой старенький «Шевроле Ланос» по трейдину. Интересовалась Рено Сандера. Есть, повели на стоянку тут, это самое, за автоцентром. Посмотрела я, там стояла Сандера. Я сразу говорю, вот это вот, давайте посмотрим. Они, сейчас, 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 пойдемте туда посмотрим, пойдемте сюда посмотрим. Женщина говорит, и тут меня начали мариновать. Подождите час, два, три, при этом каждый раз используя различные отговорки. Предлагается сразу, что автомобиль находится где-либо в хранилище в каком-либо. Предлагают подождать, предлагают там чаек, кофе попить, да. Предлагается банк выбрать пока, если автокредит планируется взять, документы оформлять. И эта процедура длится, наверное, в течение там нескольких часов. Пять, шесть часов. К обеду пригнали Лифана. Весь грязный, немытый. Вот, посмотрели его. Не удовлетворил он меня. Мы его сейчас приведем в порядок. Угнали. Машина убитая, рассуждал мужчина, но за 240 тысяч рублей пойдет. А у Елены Посельцевой забрали старую машину, а пригнали совсем не ту, что она хотела. Вот время уже 12 ночи. Я говорю, так время-то, я говорю, я во сколько отсюда поеду? Все, все, пойдемте посмотрим машину. Уже мы все на мойку загнали. Я захожу, там Volkswagen Polo стоит, 20-го года. Я говорю, ну мы вообще-то на другую машину договаривались. Вам уже кредит под эту машину одобрили? Ситуация, она везде, я рассказываю, она одинаковая. Вот по таким салонам вручается договор, потребитель осматривает, читает договор, да, и отдает его, говорит, ну да, в принципе, я готов на подписание, давайте оформим кредитное обязательство. Если человек начинал вдруг сомневаться, говорит юрист, шло в ход психологическое воздействие. Людей буквально брали измором и вынуждали подписать договор на покупку авто, зачастую с большим числом дефектов, а иногда и вовсе в неисправном состоянии. При этом сотрудники автосалона подсовывали расписки о дееспособности покупателя, а у Виктора в начале сделки еще и паспорт забрали. Время уже позднее, думаю, ехать далеко еще. Ну вот они мне до закрытия протянули, договор всунули, ты же его читал, подписывай, давай листочки мне переворачивать. А я уже никакой, инвалид второй группы, сутки 12 часов просидел там, голодный как этот. Как наш герой подписал документ, уже не посмотрел, потому что ему уже сначально был проект предоставлен, он же его читал, и цена его устроила, и дефекты, которые там были, он был согласен. И когда ему уже другой, можно сказать, договор дали, то там цена была 870 тысяч рублей. И кредитное обязательство, естественно, вот на эту сумму, плюс страховка, ну, как все полагается, весь пакет услуг, который предоставляется этим салону. Елена Посельцева, правда, обратила внимание на годовой процент в кредитном договоре. Два менеджера подключились. Все, давайте, я говорю, ну дайте хоть посмотреть, что там написано-то, под чем я буду подписываться-то. Они, тут первую сразу страницу смотрю, написано, 50 процентов. Я говорю, да вы что, офонарили. Ночь, офисы с плохим освещением, плохое зрение и усталость. В итоге женщину убедили подписать договор. А вещи и рабочий инструмент сотрудники салона уже успели переместить из старой машины в новую. Они уже тут уже конкретно начали давить, если не подпишите, пешком отсюда пойдете. И что в итоге обалденный кредит. Стоимость машины, когда уже конкретно дома начала читать документы, миллион триста с копейками. И на сколько лет? Ну, как они обещали на словах-то, на пять лет. В итоге оказалось на восемь лет. По словам Елены, она платила кредит по 43 тысячи сто рублей в месяц, пока через полгода не позвонил следователь и не сообщил, что автомобиль в угоне. Итог, машину забрали. Женщина осталась без транспорта и без работы, ведь работа зависела от авто. Елена перестала оплачивать кредит. Однако следствие идет до сих пор и ничего пока не меняется, подчеркивает пострадавшая. Только к юристу Людмиле Жгун обратились около 40 жителей Алтайского края. Люди покупали авто в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, Туле и Москве. По факту мошенничества алтайских автоцентров возбуждено больше 120 уголовных дел. Общая сумма ущерба около 40 миллионов рублей. Известно, что по делу о мошенничестве заочно предъявили обвинение самарскому предпринимателю Юсубу Искандарову. Он сейчас в розыске. Кроме того, арестовали женщину, которая по версии следствия юридически прикрывала мошеннические сделки. Также под стражей находятся два менеджера. Всем указанным лицам, кроме мошенничества, инкриминируют участие в преступном сообществе, а Искандарову создание ОПГ. Что касается Виктора Чернышева, его иск не удовлетворили. Суд отказал в расторжении договора с автосалоном. Уголовное дело очень сложно возбудить, потому что, а какое основание вы смотрели, вы подписали, вы должны были, вы обязаны были прочесть договор, в котором все условия описаны. Чаще всего жертвами мошенников, говорит юрист, становятся пенсионеры и люди, которые приезжают за автомобилями в одиночку. Эксперты советуют сохранять бдительность и избегать психологического давления, а также проверять машины на предмет ареста и угона. Расследование уголовного дела длится уже больше года. Правоохранители обещают прокомментировать криминальную историю ближе к ее завершению. Мы продолжим следить за ходом событий. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Топчихинской центральной районной больнице восстановили крышу после вмешательства прокуратуры. Кровлю снесло во время ноябрьского урагана. Тогда пострадали 14 кабинетов. Трансформаторная подстанция вышла из строя и здание обесточили. Несмотря на серьезный урон от ветра, больница продолжала вести деятельность. Ремонт кровли начался только после проверки прокуратуры. На днях он завершился. Министерство здравоохранения края выделило на ЦРБ больше 5 миллионов рублей, а в 1 600 000 обошлась трансформаторная подстанция. Сейчас больница работает в штатном режиме. Большая часть пациентов 5-го филиала военного госпиталя Министерства обороны России в Аллейске – участники спецоперации. Надолечивание бойцов при необходимости отправляют в регион, откуда они были призваны. В Алтайском крае этот госпиталь – единственное медицинское учреждение, принимающее участников СВО. В нем побывала наша съемочная группа. Его засек дрон во время установки радиосвязи. Мина летела беззвучно. Парень поспешил в блиндаж, но ему не хватило нескольких секунд. Так Алексей Добровский из Тогульского района получил свое второе ранение. Первым был осколок в спину, в этот раз – в ногу. У меня был большой осколок под коленным суставом, здесь 2 на 3 сантиметра, точно помню по документам. Мне его изъяли, потому что он острием прям к сосудам, в сторону сосудов смотрел. И очень близко был распорожен там и к нервным окончаниям, и к артерии. Короче, была вероятность того, что я вообще мог ногу потерять. Хирурги сделали все, чтобы сохранить парню ногу. Кровотечение было остановлено, но ожидая эвакуации после минометного обстрела, парень получил обморожение пальцев. Сейчас Алексей наблюдают врачи военного госпиталя Валейски – единственного в крае, где лечат участников СВО неуволенных в запас. После экстренной помощи в центральных госпиталях бойцов приводят на долечивание в регионы. Здесь это либо легкие, средние, так скажем, ранения, условно, если можно их так назвать, повреждения, требующие, не требующие, точнее, длительных сроков лечения, нахождения в стационаре. Есть пациенты, конечно, с многоэтапным лечением, то есть где ряд периодов лечения в стационаре, каких-то оперативных вмешательств. Дома Алексей ходил на привязке, но нога заживала плохо. Он обратился в общественную приемную депутата Госдумы Александра Прокопьева, чтобы разобраться, где он может получить лечение, как участник СВО. В результате хирурги из Олейского госпиталя пригласили его на консультацию и предложили пройти курс в стационаре. Александр Прокопьев, приехав в Алтайский край на региональную неделю, навестил Алексея в госпитале. Очередной этап лечения, который мы сейчас проведем, он не финальный, так скажем, то есть будет еще в дальнейшем реабилитация. Каждый боец должен чувствовать не только внимание государства, но и внимание и заботу тех людей, от которых зависит решение его проблем. Поэтому я искренне признателен и благодарен тем людям, которые сегодня помогают Алексею Добросскому встать на ноги. Александр Прокопьев передал Алексею и всем пациентам витаминный подарок. Несколько ящиков мандаринов, конфеты, чай и телевизор для досуга выздоравливающих. Его в этот же день повесили в столовой госпиталя. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А вот вокруг отдельных волонтеров Локтевского района, оказывающих помощь участникам спецоперации, кипят нездоровые страсти. Одна из жительниц муниципалитета, организовавшая благотворительное общество, вынуждена обращаться в прокуратуру, опровергая слухи о причастности к мошенничеству. Что не могут поделить волонтеры и почему в их, казалось бы, благородной среде процветает буллинг, разбиралась наша съемочная группа. Наталья Свечникова наш давний герой. Жительница Локтевского района боролась в эфирах за доступный уголь. Воспитывала дочь инвалида, сама ищет решение вопросов в сфере медицины и образования. А сейчас защищается от людской травли. С началом спецоперации Наталья стала волонтером. Несколько месяцев назад с подругами организовала свою группу «Добрые сердца». Ее участницы делают свечи и все вместе шьют сети. Я ездила в Барнаул за свой счет. Училась в «Доброй воле». Нас курирует с Барнаула, с «Доброй воли» наш куратор Ирина. Я постоянно с ней на связи, каждую сеть обсуждаю. Хотим выразить огромную благодарность за свечки, за салфетки. Девочки, спасибо вам огромное за вашу помощь. По словам Натальи, ее бывшие коллеги по волонтерскому движению начали наговаривать на нее в городском чате. Якобы женщина утаивает часть собранных средств и выдает сшитые кем-то сети за свои. Эти сети одни и те же висят больше месяца. А слава вам! Выставляли отчет с 10 числа, а сбор вы начинали с 7 ноября. Начинает ставить палки в колеса, высказывать квоту недоверия. И это на протяжении с конца октября по настоящее время. Во всех мессенджерах писать, что я такой плохой человек, что выставлять меня наподобие мошенницей. Поначалу женщина пыталась вести диалог и выставляла подробные отчеты о расходах. Позже устав от бесконечных обвинений обратилась в прокуратуру. Правоохранители не нашли в сообщениях состава преступления. Но неприятные слова в итоге негативно влияют на репутацию группы. Наталья говорит, что объявления добрых сердец о сборе средств в городских и сельских чатах сейчас просто удаляют. С подобным буллингом столкнулась руководитель еще одного волонтерского сообщества, созданного с началом СВО. Причем потерпевшая рассказывает, что наговаривали на нее те же люди. Ну они какие-то волонтеры, знаете, которые не дают работать нормальным людям. Они себя считают, позиционируют волонтерами, да еще людьми, которые всех получают и всех контролируют. В общем, сплетники, вот понимаете, склочные сплетники, которым дали трибун, но мы в виде группы, да, и они несут всякую ересь. Наши пацаны, наши сыновья, у меня муж воюет. Мы должны быть дружны, а не съедать друг друга. Люди, опомнитесь, мы все делаем доброе дело. Волонтеры сообщества не собираются прекращать свою деятельность из-за злых языков. Но уже через СМИ призывают недовольных усмирить злорадство и не мешать оказывать помощь нуждающимся. Ирина Корчагина, Анастасия Драган, День с толком. В год Семьи в России примут ряд законов, которые определят статус многодетных семей и меры их поддержки. Об этом рассказала региональный министр социальной защиты Наталья Оськина. На разработку правовых актов субъектам дано два месяца. Многодетной будет считаться семья с тремя и более детьми. Этот статус будет установлен бессрочно. Меры поддержки для семей будут предоставляться детям в возрасте до 18 лет. Если же ребенок после 18 лет учится в общеобразовательном учреждении на очной форме обучения до 23 лет, то, соответственно, меры поддержки будут продляться до этого возраста. А в семьях, где больше трех детей, меры поддержки будут поступать до тех пор, пока трое из всего количества детей являются несовершеннолетними. Также в стране разрабатывают комплекс мероприятий для помощи семьям с детьми в принципе или попавшим в трудную ситуацию. Но и этим год семьи не ограничится. В Алтайском крае в 2024 запланировано около сотни тематических мероприятий. Кроме традиционных, посвященных Дню Матери, Отца, Дню Любви, Семьи и Верности, в календаре появятся необычные. Например, парад колясок на День защиты детей или бал золотых юбиляров для пар, проживших вместе 50 лет и более. В Барнауле сегодня отметили День российской науки. Так, до Алтайского госуниверситета добрались участники автопробега «Владивосток-Луганск». А в политехе устроили открытые уроки для всех желающих. Подробнее о тех, кто исследует, строит, производит и меняет нашу жизнь к лучшему, расскажем далее. Участники автопробега «Владивосток-Луганск» добрались до Барнаула. Сегодня активистов встречают в Алтайском госуниверситете. Автопробег стал крупной всероссийской акцией по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Преподаватели и студенты вуза внесли свой вклад в общее дело. Тепловые пушки скоро отправятся к бойцам, а книги историков АГУ в библиотеку Луганской Народной Республики. Собрали для вашего груза определенную помощь. Товары, которые нужны больше для не боевых действий, а для того, чтобы облегчить быт нашим бойцам, которые в сложных климатических условиях воюют. Но я надеюсь, что груз дойдет. Сегодня в День российской науки в правительстве региона наградили ученых, которые достигли успеха в своей работе и в развитии края. Санкции, участие в специальной военной операции заставили экономику Алтайского края совершенно перестроиться на другой лад, провести глубокую модернизацию, реконструкцию своих производств, вопросы импортозамещения. И, конечно же, мы понимаем, что без науки, без научных разработок, без научных технологий мы, в принципе, этого сделать не смогли. А еще научное сообщество – это настоящее братство, признаются ученые. Елена Пшеничникова посвятила науке около 30 лет. Со студенческой скамьи чувствовала поддержку старших товарищей. Это действительно увлеченные люди, достойные наставники, учителя, преподаватели. И потом уже они окружили тебя вниманием, каким-то заботой. Всегда приходили на помощь, помогали, подсказывали. Ну, с такими людьми работать очень интересно и захватывающе. Среди награжденных также Роман Жуковский. Сегодня в Институте архитектуры и дизайна при Политехе открылась его выставка. Здесь же, в университете, нам рассказали о цифровых технологиях, которые постепенно внедряют художники, дизайнеры, архитекторы. Это позволяет экспериментировать с академическим рисунком. Современный художник, современный дизайнер, архитектор. То есть он свои работы делает в цифре уже. Это не для художников, там возможности, есть определенные преимущества. Сегодня в День науки новые просторные лаборатории Политеха позволяют приглашать гостей. Всех желающих, кто возможно заразится страстью к науке и творчеству. Посмотреть, как создаются скульптуры, рисуются плакаты и создаются бренды. Такой формат открытых уроков в УЗИ практикуют уже давно. И не только на факультете изобразительного искусства. Я считаю, самое главное качество ученого, это не только творить для себя или творить в каком-то узком коллективе. Все-таки, наверное, для ученого важной функцией является продвижение, пропаганда тех научных знаний, которыми он обладает. С тем, чтобы появлялись новые ученые, заинтересовывались, чтобы создавались коллективы. В сегодняшней обстановке труд ученых, в том числе алтайских, сложно переоценить. Ведь в ближайшие годы именно им придется оперативно отвечать на вызовы времени. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. В историческом центре Барнаула продают еще один памятник архитектуры – Старый город. Здание по улице Ползунова, 40, вместе с земельным участком оценили в 13 миллионов 800 тысяч рублей. Здание конца 19 века – одно из старейших в городе. Прежде оно было административным. Сейчас помещение используют для аренды. Внутри – репетиционная база для музыкантов, банкетный зал, магазины товаров для рыбалки и бытовых инструментов, а также ломбард. Отмечается, что территориально здание выгодно расположено для бизнеса. Высокая транспортная проходимость и парковка по соседству на площади Свободы. Будущий владелец может провести ремонт и реставрацию памятника при условии сохранения его первозданного внешнего облика. И на этом у меня все новости. А я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До свидания. Продолжение следует...